Даосская гимнастика 5 стихий, 5 простых энергетических упражнений для укрепления основных каналов и соответствующих им органов. Знаменитый китайский философ Джоан Цзи в своем одноименном трактате писал, когда силы инь и ян не пребывают в гармонии, нарушается круговращение времен, холод и жар находятся в разладе, здоровье человека терпит ущерб. Эти загадочные термины, составляющие основу традиционной китайской медицины, помогают понять бесспорность того, что организм человека и функции, которые он выполняет, представляет собой единое целое. Используя теорию инь и ян, целители древнего Китая объясняли структуры, функции и патологические изменения человеческого организма. В отличие от теории Усин, пятистихий, о которой мы еще будем говорить далее, учение об инь и ян продолжает удерживать свои позиции в качестве научной модели вот уже на протяжении тысячелетий существования китайской медицины. Еще в древности было замечено, присущее всему во Вселенной свойство полярности, согласно которому все вещи или явления имеют две противоположности, дополняющие друг друга. Оглянитесь вокруг. Инь и ян находят выражение во всем. Ночь и день, дождь и солнце, холод и жара, покой и движение и многое другое. Гармония, равновесие, взаимодействие, взаимодополнение данных двух понятий и создает ци – жизненную энергию, энергию жизни. И восхищает тот факт, что еще до развития квантовой физики китайцы говорили об энергетических частицах, из которых состоят все вещи. Термины инь и ян хорошо знакомы тем, кто изучает китайскую медицину, но зачастую их смысл трактуют неправильно. Многие люди считают инь чем-то негативным, ян – позитивным. Лучше всего трактовать концепцию инь-ян как противоположные качества покоя и движения. Еще в древности даосы утверждали, что без движения не существует покоя и наоборот. Между инь и ян нет борьбы или какого-либо противодействия. Это два неотъемлемых аспекта одного целого. Ночь не может существовать без дня, а свет – без тьмы. Отношения инь и ян великолепно олицетворяют собой знакомый многим даосский символ тайцзи – великого предела. Инь – черный сектор, ян – белый сектор. Они постоянно и непрерывно преобразовываются друг в друга. В максимальном ян зарождается инь, маленькая черная точка внутри большого белого поля. И наоборот. Посмотрите на символ повнимательнее. Оба этих начала возникают и превращаются друг в друга в бесконечно подвижном и круговом цикле. Область противоположного цвета символизирует тот факт, что каждая из двух основополагающих сил содержит в себе частицу другой. Когда мы смотрим на мир, окружающий нас, мы видим не только черное и белое – инь и ян, но и другие оттенки – полутона, тени, бесчисленные цвета. Проще говоря, все, что находится между тьмой и светом, состоит из сочетания этих качеств из инь и ян. Важно помнить, что эти основополагающие силы природы не являются одна лучше другой, не являются хорошим или плохим. Напротив, они всегда работают в паре, стремясь достигнуть равновесия в природной гармонии. В китайской культуре нет ни одного направления, в котором бы не имела значения теория инь и ян. Традиционная китайская медицина, философия, боевые искусства, оздоровительные практики цигун и яншен, фэншуй и даже китайская кухня – в основе всего перечисленного лежит природная равновесие инь и ян. Согласно китайскому мировоззрению, тело человека – это вселенная в миниатюре, поэтому и наше здоровье напрямую зависит от равновесия инь и ян. Следует любым способом стремиться уравновесить эти энергии в теле, потому что недостаток одного или избыток другого провоцирует развитие болезней. В китайской медицине деление на инь и ян затрагивает наше тело следующим образом. Инь – это нижняя часть тела, внутренняя часть – кровь, такие органы, как печень, сердце, перикард, селезенка, легкие и почки, плотные органы – дзан, которые хранят, но не выводят. Ян – это верхняя часть тела, поверхность тела, ци – энергия, такие органы, как желчный пузырь, тонкие и толстые кишечники, желудок, мочевой пузырь, тройной обогреватель, полые органы – фу, которые выводят, но не хранят. Каждый ян – орган, тесно связан с инь-органом, так же как ци – ян, кровь – инь, тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Пары родственных органов принадлежат к одинаковой стихии китайской космологии – теории Усин. Каналы, по которым циркулирует ци, последовательно переходят друг в друга. Они имеют настолько тесную связь, что проблемы в одном органе ведут к дисбалансу в другом. При ослаблении одной силы наступает чрезмерное усиление другой. В трактате Сувэнь этот процесс описывается так. При усилении инь происходит ослабление ян и наоборот. Инь ослабевает при усилении ян. Как уже говорилось ранее, равновесие инь-ян создает энергию жизни. Ци – достичь этого равновесия, восстановить гармонию этих сил. Вам и поможет представленная здесь даосская гимнастика пять стихий. Теория инь-ян тесно связана с теорией Усин. Теория пяти стихий или, как еще говорят, пяти элементов. Усин – это своего рода китайская система мышления, смысл которой заключается в том, что все в мире, в том числе и наше тело, состоит из взаимодействия пяти стихий – дерева, огня, земли или почвы, металла и воды. То есть тех элементов, из которых состоит окружающий мир и которые необходимы человеку для повседневного существования. Ознакомление с теорией Усин поможет вам усилить связь с природой, жить в гармонии с окружающим миром и с собой. Каждая из стихий тесно связана с различными системами внутренних органов, что поможет вам положительно влиять на работоспособность и здоровье основных внутренних органов, предотвращать развитие болезней или бороться с уже имеющимися. С помощью простых упражнений вы сможете уравновешивать воздействие стихий на свое здоровье, потому что между стихиями существует несколько типов взаимосвязей, выраженных в основном двумя усилиями – циклом порождения и циклом разрушения. Цикл порождения – это позитивный цикл отношений. Металл порождает воду, вода – дерево, дерево – огонь, огонь – землю. То есть металл можно расплавить до жидкого состояния. Вода необходима, чтобы питать дерево. Дерево – это топливо для огня. Наконец, пепел – важная составляющая земли. Цикл разрушения – это негативный цикл отношений. Металл разрушает дерево, дерево разрушает землю. Земля – воду, вода – огонь. То есть металл рубит, пилит или режет деревянные вещи. Растения своими корнями пронизывают почву. Земля имеет свойство впитывать влагу. Вода гасит огонь. В итоге цикл порождения направлен на укрепление той стихии, которая ослаблена, а цикл разрушения направлен на ослабление или сдерживание той стихии, которая чрезмерно усилена. Все перечисленные связи широко используются в диагностике и лечении. На бытовом уровне это применить совсем несложно. Если у вас проблемы с каким-либо органом или какая-либо эмоция превалирует над остальными, достаточно регулярно выполнять упражнения для соответствующей стихии или весь комплекс упражнений, разработанный специально для того, чтобы активировать энергию, связанную с каждой стихией, способствовать повышению уровня Ци за счет укрепления каналов, по которым она циркулирует, и которые соответствуют 12 жизненно важным для нашего здоровья, красоты, долголетия, благополучия органам. А теперь давайте более подробно узнаем, каким органам соответствуют 5 стихий и какими эмоциями они управляют. Дерево. Стихия дерева имеет связь с печенью и с желчным пузырем, инь и ян, как парными органами с одноименными каналами. Дерево обладает свойствами роста и становления, а печень выполняет в организме функции перемещения и выделения. По этой причине печень причисляется к дереву. Так как данный орган поддерживает здоровье сухожилий и связок, которые позволяют вам быть подвижными и гибкими, следует сохранять хорошую физическую гибкость, чтобы стихия дерева была здоровой. Дерево напоминает нам, что нужно быть внутри сильным, как корни, а снаружи гибкими, как ветви под воздействием ветра, то есть мягкими, терпеливыми, не разрушать такими чрезмерными эмоциями, как гнев, злость, раздражение, равновесие одноименной стихии. Орган чувств, питаемый деревом – глаза. Именно поэтому китайские врачи лечат болезни глаз воздействием на печень, либо проводят по глазам диагностику печени. Так как печень управляет плавной циркуляцией ци по всему телу и хранит кровь, очень важно укреплять канал печени, к нарушению равновесия которого и приводят выше названные эмоции. К тому же печень и желчный пузырь отвечают за планирование целей и их достижения. Выполнение упражнения, нацеленного на достижение гармонизации стихии дерева, поможет вам четко планировать свои цели и воплощать их в реальность. Исцеляющий цвет для печени и желчного пузыря и им соответствующих каналов – зеленый. Цвет молодой листвы. Употребление зеленых продуктов – зелени, овощей, фруктов – позволит вам наполнить тело живительной ци. Если у вас есть возможность наслаждаться видами деревьев, гуляя по парку, то исцелительная энергия только укрепит вашу жизненную ци. Сезон стихии дерева – весна. Вкус, который усилит стихию – кислый. Огонь. Огонь – это лето, тепло солнца, время, когда все вокруг цветет и созревает. Как семена, посаженные весной, стихия дерева летом входит в период плодоношения и пика развития, так и стихия огонь означает, что функции достигли максимального состояния. То есть этому циклу времени свойственны рост, радость и преобразование. Ведь огонь дает нам тепло, уют, свет, жизнь. С огнем связаны сразу четыре органа – сердце и тонкий кишечник, как парные органы. Перикард и тройной обогреватель – парные органы, по китайским канонам не имеющие анатомических соответствий. Перикард относится к сердцу – это его сердечная сумка, тройной обогреватель – три области тела, группирующие важные внутренние органы. Главные функции сердца связаны с духом, разумом и кровеносными сосудами. Наше сердце, как мощный мотор, отвечает не только за кровоток, но и за духовность и сострадание. Его обычно ассоциируют с умственными процессами. Тонкий кишечник, как орган, является регулировщиком пищеварения, как говорят в Китае, отделяет чистое от нечистого. Перикард – это защитник сердца. Воздействием на точки канала перикарда лечат многие проблемы, связанные с сердцем. Наконец, тройной обогреватель координирует все функции, связанные с метаболизмом воды. Управляет теплом, группирует все расположенные в передней части тела важные органы, защищая их от внешнего воздействия патогенных факторов. Радость – это эмоция, которая позитивно воздействует на сердце, тогда как печаль и тревога могут ослабить его. Но и чрезмерной радости следует остерегаться, так как она может нести большую смуту в сердце человека, сделать его рассеянным. Уравновешивание стихии огня наделит вас большой жизненной силой, укрепит дух, позволит открыть сердце навстречу радостям жизни. Усилит огонь горький вкус, а также употребление летом таких продуктов, как зерновые, овощи, фрукты, листовые овощи. И, конечно же, следует побольше пить чистой воды. Стихия огня соответствует красный цвет и язык, как орган чувств. Именно по внешнему виду языка часто диагностируют состояние сердечно-сосудистой системы. Обратите внимание на упражнения, соответствующие данной стихии и укрепляющие такие каналы, как канал сердца, тонкого кишечника, перикарда и тройного обогревателя. Сочетание дыхания и специальных движений поможет вам гармонизировать стихию огня. Земля Земля – это центральная стихия, которую связывают с равновесием, нейтральностью. Земля – это центр, тогда как остальные стихии соответствуют четырем сторонам света – югу, востоку, западу и северу. Сильная стихия поможет нам обрести стабильность, чувство равновесия, внутреннюю сосредоточенность, гармонизировать и упорядочить жизнь. Со стихией Земли связаны такие органы, как селезенка и желудок. Поджелудочную железу по китайским канонам считают частью селезенки. Так как селезенка определяется в медицине как начало возникновения и превращения, а Земля – как производитель и преобразователь всех вещей, то селезенка, равно как и желудок, причисляются к данной стихии. Оба органа тесно связаны между собой. Желудок отвечает за переваривание пищи и передачу питательных веществ – селезенки, а она, в свою очередь, контролирует мышцы и конечности, создает кровь и регулирует ее. Нарушения в стихии Земли неизменно повлияют на всю пищеварительную систему и, главное, на снижение способности использовать питательные вещества из пищи, что означает усталость, бессонницу, апатию, снижение иммунитета. Если говорить об эмоциях, то тревога, задумчивость, депрессии и самокопание только еще сильнее ослабят стихию с органами и каналами, которыми она управляет. Крепкая Земля позволит вам оставаться позитивными в любых жизненных ситуациях, а способствовать данному факту вам поможет практика упражнения, представленного далее. К гармонизации стихии помогут сладкие и желтые продукты, так как ее цвет желтый, а вкус сладкий. Это могут быть такие продукты, как тыква, ямс, морковь, перец. Следует избегать холодных продуктов. Помните, что селезенка не приемлет сырость и холод. То есть в период бабьего лета, а именно этот сезон соответствует стихии Земля, не рекомендуется употреблять в пищу холодные салаты и продукты, богатые рафинированным сахаром. Согревающим продуктом относятся имбирь, мясо, карри и всевозможные специи. Помните, что холодные напитки негативно влияют на желудок и селезенку, от жизнедеятельности которых зависят уровень ци и крови в нашем теле. Металл. К числу специфических характеристик металла относятся чистота и ясность. Также металл обладает функцией растворения и расширения. Под этим углом зрения легкие относятся к стихии металл, потому что орган обладает функцией расширения и очищающего выведения наружу. Также стихия управляет способностью избавляться от различного рода отходов, скапливающихся в нашем теле. Поэтому с металлом связан и толстый кишечник, парный орган легких. Причем речь идет не только о физических отходах, но и о ментальных, эмоциональных. Время года металла – осень. Время, когда мы нередко испытываем печаль, эмоцию, связанную с легкими. Если часто печалиться или погрязнуть в прошлом, держаться за старые убеждения или лелеять прошлые обиды, можно существенно ослабить функции легких и толстого кишечника. Китайские врачи говорят, что в основе многих заболеваний, связанных с дыхательной системой или кишечных заболеваний, лежит неразрешенное горе или обида. Поэтому не следует поддаваться негативным эмоциям, иначе нарушение в работе данных двух важнейших функций приведет к таким болезням и симптомам, как аллергия, запор, диарея, головная боль, проблемы с легкими и так далее. Научитесь смело смотреть в лицо проблемам. Оставьте в прошлом обиды, боль, печаль и горе. Обратите лучше всю свою энергию на развитие творческих способностей, не важно каких, которыми мы обладаем в избытке. Помните, сохранение красоты внешнего облика напрямую зависит от состояния и функционирования легких, что само по себе является хорошим стимулом для избавления от печали. Как сказано ранее, время года стихии металл – это осень. В данную пору следует особенно тщательно беречь легкие, потому что они не приемлют сухости. И если осенью вы недовольны тем, как выглядят ваши волосы или кожа, особенно если вы проживаете в регионе с засушливым климатом, то обратите внимание на свой рацион питания. Скорректировав его, вы забудете о многих проблемах, тем более что это совсем несложно сделать. Просто пейте побольше чистой воды, а не сладкие напитки, ешьте такие увлажняющие продукты, как яблоки, груши, шпинат, морепродукты, тофу, ячмень и пшено. Осень как нельзя лучше подходит для подготовки к зиме. Чтобы запастись энергией, которая в холодный сезон замедляет свою циркуляцию, необходимо употреблять больше согревающей пищи – зерновых, бобовых, корнеплодов, и меньше летней охлаждающей, например, сладких фруктов, всевозможных холодных салатов. Укрепить стихию металл вам поможет выполнение дыхательных практик в сочетании с движениями, то есть регулярное выполнение комплекса упражнений, которые мы представляем вашему вниманию. Помните, что и легкие, и толстый кишечник очень чувствительны к малоподвижному образу жизни, курению и вредным привычкам в питании. Цвет стихии – белый, вкус – острый, орган чувств – нос. Вода. Вода – это основа нашей жизни. Все живое на планете зависит от воды. Мы не исключение. Человек состоит из воды. Возможно, мы даже вышли из нее. Иначе почему плазма крови по своему химическому составу так похожа на морскую воду? Да и потоки жизненной ци принято сравнивать с потоками воды. Возможно, из всех стихий именно вода имеет большую ценность, потому что связана с почками и мочевым пузырем. Согласно теории китайской медицины, наши почки – это место хранения субстанции или эссенции – цин, которую мы получаем от родителей в момент зачатия, из которой трансформируется жизненная ци. Именно поэтому здоровью почек следует уделять пристальное внимание. Как и стихия вода, почки управляют телесными жидкостями – кровью, лимфой, гормонами и секретами. Они содержат базовые инь и ян тела, управляют также скелетом, репродуктивной функцией и регенерацией тела. Здоровье почек – ключевой момент в китайской медицине, потому что любые проблемы, заболевания, особенно хронические, так или иначе способны нанести органу ущерб. Усиливая стихию вода, вы оказываете благотворное влияние на почки и их парный орган – мочевой пузырь, что приводит к укреплению им соответствующих каналов. Нарушение равновесия данной стихии негативно отражается на костях скелета, они становятся хрупкими. Особенно это касается поясничного отдела, в области которого расположены почки. Эмоция стихии – страх, который не просто истощает тело, лишая его энергии, но и способствует развитию многих хронических заболеваний. Поэтому очень важно не поддаваться этой эмоции. Нужно научиться переключать свое сознание на позитивные вещи. Если вы чувствуете, что не можете справиться с приступами страха, начните выполнять упражнение, направленное на гармонизацию стихии воды. Его плавные движения в сочетании с глубоким дыханием помогут вам эффективно противостоять этой губительной для нашего здоровья эмоции. Особенно сказанное касается женщин в период менопаузы. Глубокое дыхание придаст вам уверенности и мужества, позволит перенаправить приток энергии, вызванный выбросом адреналина в кровь, в нужное русло. Ваше дыхание – это очень важный инструмент для того, чтобы снизить нагрузку на сердце, предотвратить гипервентиляцию легких и тем самым восстановить приток кислорода к мозгу, что означает снятие со всего тела напряжения, вызванного напряжением разума. Сезон стихии вода – это зима. Холод особенно негативно влияет на работу почек, поэтому в данное время года опасайтесь застудить почки. Употребляйте больше горячих продуктов, таких как баранина. Китайцы очень любят именно зимой употреблять различные блюда из этого вида мяса. Финикиунаби, бобовые, травяные, тонизирующие или согревающие напитки, в состав которых входят женьшень или имбирь. Обратите внимание на соленые продукты, в меру, конечно. Вкус стихии соленый, он поможет усилить воду. Если вы живете возле водоема, то почаще совершайте прогулки или просто созерцайте воду. Выполняя упражнения возле водоема, вы не просто поднимите свой дух, но и оживите жизненную ци. Недаром в Китае принято практиковать оздоровительные комплексы цигун именно в парках вблизи водоемов, ведь вода имеет свойство смывать все тревоги, страхи, стрессы и все возможные негативные эмоции. Итак, вы познакомились с пятью стихиями. Эти знания помогут вам жить в гармонии с природой, приспособить свой образ жизни к сезонным колебаниям. Вы можете работать отдельно с каждой стихией. Если ощущаете проблемы в органе, имеющем связь с ней, либо выполнять весь комплекс целиком, он специально разработан древними даосами так, чтобы активизировать все стихии и связанные с ними каналы и органы. В древних трактатах говорится, болезнь человека возникает от блуждающих мыслей, эмоций. Как только его одолевают страдания, они повреждают сердце. Когда сердце повреждено, оно теряет способность оберегать желудок. Человек перестает получать удовольствие от пищи. Когда ослабевает желудок, ци легких становится недостаточным и появляется кашель. Когда появляется кашель, ци воды иссыхает. Таким образом, ци дерева становится неполной. Человек быстро стареет. Когда же болезнь распространится далее на все пять важных органов, человек может умереть. С древних времен и до наших дней традиционная китайская медицина считает, что ключ к здоровью – это умение не поддаваться семи злам, семи эмоциям, потому что когда ты чрезмерно рад, ослабляется энергия. Когда ты зол, энергия поднимается и будоражится. Когда ты грустишь, энергия улетучивается. Когда ты чрезмерно счастлив, рассеивается. Когда ты беспокоен, застаивается. Когда ты несчастен, ослабевает и опускается. Когда ты испуган, энергия теряет равновесие инь и ян. Негативные эмоции приводят ко многим хроническим заболеваниям. Возьмите под контроль свои эмоции с помощью даосской гимнастики пять стихий. Ее выполнение поможет вам так же, как помогло миллионам людей во всем мире. Итак, что же принесет вам регулярная практика этой уникальной даосской гимнастики? Первое упражнение. Укрепляет каналы печени и желчного пузыря, нормализуя в них плавное и беспрепятственное течение ЦИ. Улучшает кровообращение и кроветворение. Способствует работоспособности и жизнедеятельности одноименных органов. Избавляет от возникновения застойных явлений ЦИ и крови. Укрепляет мышцы, окружающие органы. Улучшает подвижность суставов и эластичность сухожилий. Оказывает положительное воздействие на зрение, обмен веществ, работу гормональной системы. Второе упражнение. Укрепляет сразу четыре канала. Сердце, тонкого кишечника, перикарда и тройного обогревателя. Нормализует беспрепятственное прохождение ЦИ по перечисленным каналам. Улучшает кровоток. Укрепляет такие органы, как сердце, перикард, тонкий кишечник. Избавляет от застойных явлений ЦИ и крови. Укрепляет кровеносные сосуды. Оказывает положительный эффект на мозг и сердечно-сосудистую систему. Третье упражнение. Укрепляет каналы желудка, селезенки и органов, которым они соответствуют. Речь идет об органах, особенно важных для здоровья и долголетия человека. Ведь желудок отвечает за переработку пищи, а селезенка – за распространение по телу ЦИ и крови. Плохая проходимость данных каналов провоцирует недостаточность ЦИ желудка и селезенки, что в свою очередь может затронуть работоспособность сердца и кишечников, тонкого и толстого. Напротив, укрепляя каналы, вы забудете о таких негативных симптомах, как усталость, апатия, вздутие живота, одутловатость лица, бессонница и многие другие. Как дополнительный эффект, выполнение упражнения оказывает положительное влияние на всю систему пищеварения, что означает повышение уровня ЦИ и крови, улучшение обмена веществ, своевременное избавление организма от шлаков и токсинов. Четвертое упражнение. Укрепляет каналы легких, тонкого кишечника и органов, которым они соответствуют. Уникальность упражнения заключается в сочетании движений и дыхания, что позволит вам задействовать в работе не только переднюю область легких, но и заднюю, следовательно, в разы увеличить количество кислорода, крайне необходимого нашего мозгу и каждой клетке нашего тела. Более того, легкие отвечают за энергетику всего тела, поэтому практика всех упражнений, основанных на глубоком брюшном дыхании, поможет вам оставаться долгие годы бодрыми и полными сил. И еще. Данное упражнение подходит тем, кто хочет сохранить молодость и красоту волос и кожи. Как дополнительный эффект, упражнение положительно влияет на жизнедеятельность и работоспособность двух важнейших систем – дыхательной и иммунной. Пятое упражнение. Укрепляет такие каналы, как почки, мочевой пузырь и органы, которым они соответствуют. В Китае бытует поговорка – слабая поясница делает слабыми почки. Если вы страдаете от проблем в поясничном отделе позвоночника или ведете сидячий малоподвижный образ жизни, очень важно регулярно практиковать данное упражнение. Оно укрепит поясничный отдел, вернет мышцам и суставам подвижность, потеря которой и вызывает боль и дискомфорт в этой области. Что касается канала мочевого пузыря, то врачи китайской медицины называют его каналом, отвечающим за выведение всех отходов, отработанных продуктов жизнедеятельности, шлаков и токсинов, причем не только физических, но и ментальных. Именно в данный канал поступают отходы ото всех 11 главных каналов. Поэтому крайне важно укреплять как орган мочевой пузырь, так и соответствующий ему канал. Итак, все предложенные в комплексе упражнения помогают гармонизировать 5 стихий и связанных с ними 12 главных органов и каналов, от которых зависят наше здоровье, благополучие, красота и долголетие. У упражнений нет никаких ограничений, даже если вы ослаблены физически, то можете выполнять их в положении сидя. Главное – правильно дышать, плавно выполнять движения, держать эмоции под контролем, регулярно практиковать комплекс 5 стихий.